Приветствую всех, с вами Мунзер, и сегодня мы поговорим о реестре Windows. Реестр Windows это база данных настроек и параметров, которые обеспечивают нормальную и стабильную работу вашей винды. Если вы пользуетесь Windows и думаете о том, что эта тема вас не касается, то вы ошиблись. Сейчас объясню почему. Реестр выглядит вот так. И когда вы устанавливаете на компьютер какую-либо программу, эта программа записывает свои файлы и интегрирует их в данный реестр. Но, когда вы удаляете эту программу стандартными способами, следы ее остаются в реестре, несмотря на то, что в пределах жесткого диска файлы программы были удалены. Что можно еще сказать на эту тему? Если вы неопытный пользователь Windows, то запороть Windows, лазя в реестре, так же просто, как найти лед в пределах южного полюса Земли. И сегодня о том, как же безопасно почистить реестр рядовому пользователю. Для этого скачиваем специальную программу, которая называется DLL Fixer. Ссылочки в описании. И сегодня мы ее инсталируем с вами, чтобы у вас не возникало никаких вопросов. Итак, вы скачали архив с программой. Вот, выглядит он примерно так. Сделайте архиватор, об этом я распространяться не буду. Будем считать, что он у вас инсталирован и установлен. Извлекаем текущую паску. Извлекли. Этот файлик желательно прочитать. Прочитайте его на досуге. Ну а мы извлекли инсталлятор. Инсталируем. Нажимаем запустить. Соглашаемся. Выбираем язык. Выбрали русский. Ок. Вас приветствует мастер установки DLL Fixer. Отлично. Нажимаем далее. Здесь ничего не меняем. Нажимаем далее. Еще раз далее. Язык русский, английский. Выбираем по желанию создать значок на рабочем столе. Да, конечно. Отлично. Замечательно. Нажали далее. Установить. Все. Пошла установочка. Устанавливается, а пока устанавливается, я вам объясню, почему вам выгодно скачать именно этот архив. Потому что скачивая этот архив, вы получаете версию программы, которая уже пролечена, активирована, и вам не нужно платить 50 долларов. Плюс данный инсталлятор, не задалгует вас рекламой, всякими просьбами купить лицензионную версию и так далее. Итак, установили успешно нашу программу. Запускаем ее. Запустили. Ждем, пока запускается. Это нормально. Такие вот тормоза при первом запуске. Легенькие. Ну что ж, нажимаем. Начать сканирование. Пошел процесс сканирования. Программа ищет ошибки в нашем системном реестре. Скажу сразу, что нестабильная настройка реестра приводит к торможению винды. То есть вы открываете простой ворновский документ, который не нагружает ваше железо. И увидите, что он открывается дольше, чем это было раньше. Потому что винда у вас, если стоит долго, и вы ее не переустанавливали в течение многих лет, все программы, которые вы инсталлировали и потом удаляли, следы этих программ остались в вашем реестре. И реестр плохо себя чувствует. Это плохо влияет на всю систему в целом. В моей практике были случаи, когда программа находила в реестре 3000 ошибок, 4000 ошибок. То есть вот человек приходит на работу, запускает комп, и у него обычный ворновский документ открывается 10-15 минут. Ну, что можно сказать по этому поводу? Давайте спросим у знаменитостей кто, что думает на эту тему. Было удивление, вернее, шок. Полностью с вами согласен. Итак, программа насчитала 377 ошибок. Это относительно немного. Нажимаем «Исправить ошибки». Да, данная программа делает бэкап и резервную копию реестра. В принципе, все максимально безопасно и хорошо. Данную операцию стоит проводить, ну, хотя бы раз в неделю. И ваша винда будет работать нормально, по крайней мере, от этой процедуры. Никакого вреда нет. Один лишь профит. Все, все хорошо завершилось. Мы видим, что операция подошла к АДЖУ. Все нормально, все хорошо. Я показал, как установить эту программу, как ее использовать. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Отвечу на все ваши вопросы. Ну, а на сегодня все. С вами был Мунзер. Я желаю вам успеха. Хорошо работающие винды. Я пошел есть бакарошки. А вы послушайте музончик.